не а как вы себя чувствуете после обеда спать кому хочется спасибо за настоящий ответ кстати если вы я скорее не заснул всего потому что я говорю да трудно засыпать у вас такой шанс есть попробуйте бодрствовать дорогие мои хорошо у нас есть как изучать писание семинар мы вместе снова будем проходить я бы вас о чем попросил друзья что вы начали писать что-то себе немножко конспектик как многие понимают русский язык которым говорю я никто не понимает подымите руку у вас есть друзья которые переводят вами так помада рядышком надеюсь так хорошо друзья итак как изучать писание напишите себе первое первый момент сразу начну с того что с заявление основного друзья изучение писания запишите это единственное жизненно важное правило которое надо нам запомнить потому что это единственный авторитет который поможет вам вырасти реально во христе друзья в жизни была стадия когда поступил в киевскую богословскую семинарию учиться и вот приходит мой студенческий декан и говорит тенденция вас братья всех студентов будет что вас вдруг библия может стать одной из книг на полке как бы книг много вот библия может стать просто одной из книг и считаем их книг вы можете относиться к ней как одной из книг а у нас то время библиотеки было 30 сути было 38 томов богословской литературы представляете 38 тысяч томов то есть это полки просто и ты целыми днями проводишь христианском чтении то есть книги о христе богословские труды разные исторические труды но ты должен понимать что у тебя единственный эталон вот он друзья библия так и напишите единственный эталон для духовного возрастания и критерия христианской жизни это библия это первое что сказал мой мой студенческий декан и сразу друзья после того когда вот он эту вещь сказал я себе было принято одно жизненно важное решение на тот момент я себе принял решение что я буду читать библию ежедневно и буду читать и и перед тем как начнутся все 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 уроки в течение дня вставать приходилось где-то в 5 30 приблизительно утра но я знал это цена которую я плачу чтобы мне не уйти в богословие королеву наук так называемый не перестать общаться с богом в чистом виде потому что именно через слово бог говорит с нами друзья было принято решение этому решению старой следовать до сих пор карты утра я применяю принцип напишите себе по-английски если хотите но нет нет библии нет завтрака друзья это первый момент запишите себе первый момент нет библии нет завтрака нет библии нет завтрака теперь запишите одно важное слово друзья постоянство постоянно напишите так я не знаю по-английски как она звучит напишите интенсивность 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 никогда не заменит постоянство. Интенсивность никогда не заменит постоянство. Попробую объяснить, что такое интенсивность. Послание к Ефесянам, апостол Павел, интересно, 6 глава, 18 стих, говорит так. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь об этом самым со всяким постоянством и молением от всех святых». Слово «постоянство» тут встречается. Потом Иисус, когда говорит в страстный четверг с учениками, дает им аналогию, блестящую аналогию зависимости веточек от лозы. Этот отрывок сейчас прочитаем, и этот отрывок будет на тему постоянства, друзья. Итак, написали постоянство. Интенсивность – это, допустим, на минутку представьте, буду молодежь пробовать говорить, чтобы оно было всем понятно. «Верите ли вы в то, что я могу сесть за стол и съесть на целый месяц еды? Ну, нереально стало здесь». А вы говорите, да нет, ну какая разница, я вот сел и наелся на месяц. Окей. «Верите ли вы, братья, что я, вы, допустим, можете мне рассказывать о том, что, Володь, слушай, тебе надо спортом заниматься?» Я говорю, хорошо, а как часто? А вы говорите, надо по 40 минут в день считается, типа, эталон тренировки, сейчас, допустим, в зал вы заходите, 40 минут в день, и, ну, три раза в неделю вообще оптимальный вариант, тогда мышца не перегорает, два – это так себе, один – это вообще худенько будет, все плохо. Ну, три раза в день занимайся по 40 минут. Я говорю, так, 40 минут в день, а я могу зайти в спортзал и 10 часов позаниматься на целый месяц? Верите, могу? Ну, вы скажите, ну, вообще, как бы, ты вообще о чем думаешь? Зашел в спортзал, 10 часов не выходишь, типа, там, тренажеры все, сердце посадил в результате. Теперь смотрите внимательно аналогию. Почему у нас в голове застряла модель, что я могу сесть в Библию почитать и начитаться ее конкретно надолго? Поэтому, друзья, послушайте внимательно. Мы понимаем, что нельзя нагуляться наперед. Правда, молодежь, нельзя нагуляться? Как пролетело лето? Щелк? Нету, да? Нагулялись? Ну, на весь год. Но нагуляться надо? Не получается нагуляться. Надыхаться на полную катушку невозможно. Наесться наперед невозможно. Теперь, если говорить за духовное питание, друзья, почему мы, наша плоть нам рассказывает, что я могу читнуть Библию немножко, а потом дальше жить, дрейфовать, как бы, хватит этих знаний? Нет, друзья. Именно ежедневная встреча с Богом, она имеет свой результат. Читаем вместе отрывок, друзья. Иван Леотеяна, 15 глава. И вот как написано. «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноград дарь. Всякую мне ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода саму собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто прибывает во мне, я в нем тут приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, и звернется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». И 11 стих. «Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно». Молодежь, позвольте с вами немножко поговорить очень личностно. Перед тем, как говорить за технику изучения Библии, нужно просто поговорить о том, чтобы у вас были каждодневные отношения с Богом. Вот эта ситуация с лозой и ветвями, это ситуация, Христос говорит в страстный четверг. Послушайте внимательно. Вам случалось когда-нибудь, когда вам родной, близкий вам человек, и вы знаете, что скоро его с вами не будет? У меня однажды умирала моя сестричка, она 7 лет старше меня. Перед смертью мы сидим возле кровати с мамой, и моя сестра мне говорит следующее. Она умирая от рака лимфосистемы. Она говорит, «Володя, мама, я ухожу на небо и вас там буду ждать». Это запомнилось, врезалась память. Теперь послушайте, дорогие мои. Христос в страстный четверг, накануне своего распятия, в эту ночь его будут распинать. У него нет времени говорить философские течения какие-то, у него есть время фокуса. Надо сказать, самое главное ученикам, чем им заниматься, как мы говорим, молодежь, по жизни, куда себя вложить. И вот о чем он говорит в то время. И теперь на минутку представьте себе, что вы в страстный четверг, и вы вместе с Христом в тайной горнице. Ноги помыты, предатель определился, Петру предречено отречение. И мы один из 12. Мы вместе с Христом выходим за окружную стену города Иерусалим. Там растут виноградники, долина Кедрон. Виноградники, друзья, виноградная лоза – это не плетущиеся растения. Кто в Украине помнит, если вы жили, допустим, в таком городе, как Киеве, я в ровно жил, ты думаешь, виноград – это до девятого этажа вот такая вот, как лиана плетется, плетущиеся растения. Нет, виноградник – это невысокое деревце, заканчивается кулаком, метр-метр-двадцать ростом. Оттуда идут ветки, выходят ветки. Вот это виноградная лоза. Христос дает эту аналогию, мощную, самая мощная аналогия зависимости во всей Библии – это лоза и веточки. Итак, рисую, друзья. Потом поговорим про моменты основные. Сейчас вопрос, почему ее надо изучать. Жизнь таким образом слаживается, что у нас в жизни мы всегда поклоняемся кому-то или чему-то. Человек – существо религиозное. Мы неизменно поклоняемся. Поклонение – это наша ценность, наше сокровище, наша любиночка. Помните фильм, если вы видели «Властелин колец», там такой чудик был странный, и он брал кольцо, похоже, вот такое было, он брал его в руки и говорил, «Ты моя прелесть». Помните, да, наверное, ситуацию? И вот наше поклонение – это наша прелесть, это то, от чего мы во восторге. Это то, с чем мы просыпаемся рано утром, и я думаю об этом, и ложась спать, я думаю тоже об этом же. Это сфера моего поклонения. Итак, сердце неизменно моё поклоняется. Чувственный элемент всегда на что-то направлен. Сердце – это поклонение. Поклонение влияет на мышление, и мышление формирует поведение. Всё, что происходит во внешнем мире. Всё, что произошло вот тут в поведении, вначале было вот тут в сердце. Не бывает так, что руки что-то сделали, а как бы сердце этому не соответствовало. Итак, друзья, если тут, Христос обещает, если прибудете во мне, принесете много плода. Молодёжь, послушайте, дорогие мои. Плод в Библии есть внешний, есть внутренний. Внешний плод – это добрые дела. Библия говорит, чтобы мы не были бесплодны, а богаты на добрые дела. Внутренний плод – это 9 атрибутов Иисуса Христа. Это классный характер. Итак, вспомните, Галатам 5 глава, 23 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, вера, воздержание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два. Ещё. Милосердие. И, а доброта мы сказали или нет? Благость, да, была или не была? Благость, доброта. Слушайте, братья, вы не пропустите этот момент, потому что, послушайте, вот именно вот это качество будет самое ценное, когда вы женитесь. Братья, послушайте, дорогие. Внешность забудете, вам жизнь с характером. И мой друг говорит, когда она на меня кричит, я забываю, какая она красивая. Поэтому, вот на что фокус вы будете делать. Но, чтобы тут были эти плоды Духа Святого, необходимо, чтобы сердце было укоренённое в Бога. Человек должен иметь близкие отношения с Богом ежедневно. Христос говорит в этом отрывке, вы уже очищены через что? Через слово. Третий стих, смотрите внимательно. Вы уже очищены через слово. Иоанна Леонидовна, 15 глава, 3 стих. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Христос говорит, что чистота сердца зависит от слова Божьего. То есть укоренённость Христа – это когда человек серьёзно относится к слову Божьему, друзья. Его жизнь и слово Божье – это книга, которая постоянно в ней. Чистка сердца по-другому не очистить. Если вы планируете жениться и выйти замуж удачно, это найдите человека, который будет любить Бога больше, чем вас. В результате вы в проигрыше не будете. В противном случае, если вы находите человека, а вам молодёжь, послушайте, братики, особенно с вами. Если у вас, знаете, как взгляд на жизнь чисто визуальный, знаете, как лот написано, лот поднял назад свой и увидел. И вы тоже можете прийти где-то, вот, увидеть. И если вы женитесь не только на основании внешних качеств человека, то вы в результате получаете чаще всего кратковременное удовольствие и длительное разочарование. Поняли, да? Потому что вам жить не с внешностью, а с характером. Поэтому если вы человек здравомыслящий, вы думаете о том, чтобы жениться на девушке, у которой будут эти качества Духа Святого. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. Представь, какая хорошая жена. Но тут ситуация, короче, в Украине, який их автоку с дыбов. И срабатывает закон магнетизма, и никто не получается, что вам не получится так, что вам подсунули жениха. Потому что Писание говорит, что девушка выйдет замуж за кого? За кого хочет. И на основании того, что у тебя в сердце происходит, ты выбираешь себе точно такого спутника жизни. Никто тебе его не подсунул. Поэтому, если вы заинтересованы, сестры, если вы заинтересованы в нормальном муже, и вы собираетесь выйти замуж правильно, вы должны быть озадачены тем, чтобы у вас были близкие отношения с Богом. Потому что подобное привлекает подобное. В противном случае, если у вас нет ожидания мужа верующего взять, найти, вы будете мечтать иметь принца на коне. И в результате получится только один конь. Пошутим теперь с вами тоже, сестры, чтобы как-то уравновесить баланс был. Братья и дорогие, если вы собираетесь взять девушку, которая считает себя подарком, принцессой, одно дело, если вы так будете считать, нормально, но если та, которая считает себя подарком, будет самой большой вашей головной болью, и если вы не имеете близких отношений с Богом, если у вас нет отношений с Богом ежедневно, вы выбираете на основании плоти. Выбор по плоти принесет вам кратковременное удовольствие и длительное разочарование. У вас будет вот такая головная боль, потому что она вам так в мозге отклипает, что вам больше ничего не захочется. Извините за это слово, но это реальность. Если не будет плода Духа Святого, не будет его благости или доброты, буквальный перевод, появится тут в результате гордости злость, и вы будете думать, откуда она такая взялась в моей жизни. Только потому что ориентир был не на сердце, не на близкие отношения с Богом, а просто выбор был по плоти. Человек неизменно поклоняется или Христу ежедневно, или поклоняется идолу. Человек не может не поклоняться. Он существо, неизменно поклоняющийся. Чтобы было поклонение, необходимо, чтобы было сначала вникание в Писание Священное. Можно с вами продаю еще одну иллюстрацию, чтобы вас задеть, чтобы вы захотели изучать Библию, друзья. Если мы поклоняемся ежедневно, это значит, что ежедневно поклонение может появиться откуда-то. И поклонение это никогда человека прокачали музыкой. Поклонение у человека появляется на осознании рационального осознания факта величия какой-то личности. Если я не воспринимаю Бога великим, скорее всего, я буду воспринимать великим себя самого любимого. Понимаете, да, о чем говорю? Чтобы человек начал поклоняться, есть определенная, ну как бы, хронология. Слушайте внимательно, дорогие. Чтобы было поклонение. Будет сначала идти информация, потом впечатление, потом признание, потом восхищение, потом поклонение. Запомните эту хронологию. Информация, впечатление, признание, восхищение, поклонение. Если человек не читает Писание и нету информации о Боге, он в любом случае ищет информацию какую-то. Он что-то питает. В результате на стадии поклонения, если не приходит информация о Боге, если он не вникает в Священное Писание, в результате на стадии поклонения он не будет поклоняться Богу. Еще раз. Чтобы человек был поклонником Божьим, а человек неизменно поклоняется кому-то, чтобы он был поклонником Божьим, он однозначно все начинается с того, чтобы изучать Писание. Итак, информация, впечатление, признание, восхищение, поклонение. Стадия вот эта, друзья. В воскресенье бывает, мы приходим в собрание, нам кажется, о, люди поклоняются. Не факт. Представьте себе трех девушек. Зовут их всех Акулина. Акулина первая стоит тут, на собрании нашем. Акулина вторая стоит тут, на собрании нашем. И Акулина третья стоит вот там. Акулина первая, мы замечаем в ее... Мы служим, как она поет. Она поет вообще великолепно. И вот она поет вот здесь. Мы понимаем, у нее абсолютный слух, идеальный голос. Но нас интересует поклонение. Мы знаем, поклонение – это не то, что делает человек в воскресном фейерверке. Это только вишенька на тортике. Мы знаем, что настоящая жизнь идет в среде недели. И у нас есть окно, и мы с Акулиной... С Акулиной нас разъединяет одно окно. И мы так заглядываем в окно и думаем, как же Акулина себя ведет в среде недели. Мы что знаем, что для того, чтобы Акулина поклонялась и пела про Бога, надо информация, впечатление, признание, восхищение, поклонение. Мы понимаем, что должна быть встреча с Богом ежедневно, читать Слово Божие. Но мы замечаем Акулину только вот тут, в воскресенье. Итак, мы смотрим, Акулина встала утречком, потянулась, привела себя в порядок, умылась, там что-то рисовала себе, что-то там клеила, там одевалась, переодевалась, опять переодевалась, опять одевалась, а потом нырнула в социальные сети, провела в Инстаграме там полчаса, как залезла туда, вылезти не смогла почти. Потом надо было ей бежать на работу или на учебу, там она с подружками потусовалась. И вот так прошел весь день, вечером она пришла, любимый сериал просмотрела и легла спать. В следующий день она еще на спевку пошла, а потом опять вот такой же ход жизни и опять на спевку пошла. Но нас интересует что? Духовная жизнь. Что нас интересует? Чтобы было поклонение. Что нас интересует? Встреча с Богом. Была ли она каждый день? А ее нет вообще, она не читает Библию. Итак, вопрос. Мы стоим в воскресенье, смотрим, как она тут, извините, поет. У Акулины слово церковь и цирк – это два слова одного смыслового ряда. Она не видит разницы. Она делает нам шоу для приезжих. Шоу. Но поклонения нет. И знаете что? Христос говорит о таких, как она. Вот приближаются ко мне люди устами своими. И языком чтут меня. Напрасно чтут меня. Христос говорит, Акулина, у тебя по поклонению нету зачета. Двойка. Ты не поклоняешься. Ты просто поешь. Знаете, кому поклоняется Акулина? Себе. Спасибо. Акулина номер два. Девчонка, которая… Если она приходит в наш дом молитвы, мы смотрим на нее, бывает, мы знаем, как мы мыслим. Она поет, а мы сидим такие. Хо-хо. Акулина, тебе медведь на ухо наступил. И мы считаем, она петь не умеет. И слуха у нее нет. Друзья, дорогие. Но она поет для Бога. Или не для Бога. А зависит от того, знаете, от чего? Поклоняется она Богу или не поклоняется. Мы опять идем в наше окно. Мы приходим и смотрим, чем Акулина занимается в среде недели. И мы замечаем, эта девчонка проснулась утречком, привела себя в порядок, выпила 400 грамм воды, восстановила водный баланс организма. И она вникает в Слово Божье. Закон совершенный, закон свободы. Пребывая в нем, человек жить будет. Она живет. Она радуется. И она поклоняется в воскресенье Богу. Мы можем считать, что она петь не умеет, друзья, но именно у нее по поклонению зачет. И девчонка номер три, Акулина, которая поет в третьем ряду здесь. И мы смотрим на нее, думаем, хух, как она интересна. И мы замечаем, она петь умеет. И слух у нее хороший. И мы смотрим опять, чтобы понять, поклоняется ли она Богу. Нам надо посмотреть за ней в среди недели. И мы смотрим, и она реально вникает в Слово Божье. Она и учит его. Итак, чтобы человек начал поклоняться, друзья, поклонение не появляется как первопричина. Оно возникает в результате рационального осознания, насколько великий Бог. Если нету с Богом священной встречи ежедневно, день проведен напрасно. Запишите это, друзья. Если не было встречи с Богом через священное писание, день проведен напрасно. Человек пропустил день. Все. Акулина номер 3 у нее зачет по поклонению. Поняли, друзья? Запишите себе, дорогие мои, пожалуйста, еще. Нельзя делать публично то, что вы не делаете лично в отношении служения Богу. Нельзя делать публично то, что мы не делаем лично. Если у меня нету встречи с Богом, мне нельзя заниматься собранием. Мне нельзя влаживать себя в то, чтобы на публике показаться. Еще один момент. Наша плоть, если некоторые люди говорят, мы служим Богу, не факт. Плоть нигде лучше себя не чувствует, как прийти на сцену в воскресенье и где-то занять какую-то позицию вот так, вот так, в любом ракурсе, вот там, вот там, вот там, где угодно. Плоть хочет поклоняться себе и заливает фундамент для своей гордости в любом служении. Если не будет встречи с Богом, если не будет поклонения Богу, друзья, человек поклоняется, как правило, себе. Поклонение направлено на наше самое большое сокровище. Слово английское worship, украинское слово захоплення или русское слово, которое эквивалентным будет, это восхищение. Мы от кого-то всегда в восторге. Итак, запомните этот момент. Тут Христос, когда говорит с учениками, записали вы слово постоянство, друзья? Смотрите внимательно. Он дает нам слово, чтобы появились здесь хорошие плоды, чтобы у вас было в будущем... Послушайте, братья и сестры, я знаю, о чем сейчас мы думаем. Мужики, мы знаем, я знаю, о чем вы думаете. Сестры, я знаю, о чем вы думаете тоже, не переживайте. Я знаю, у меня растут дети тоже. Все нормально, да. Но фокус в этом всем, знаете, чтобы у вас выбор спутника жизни не перекрыл весь горизонт. Вот что важно. Поэтому сосредоточенность на близких отношениях с Богом. Если это у вас будет, и именно это будет самоцелью, а не выйти замуж или жениться самоцелью, то тогда в результате вы, друзья, у вас появляется благочестивый характер, друзья. Многие люди ищут влюбиться, а Бог говорит, живите в любви. И когда вы с Богом в близких отношениях, у вас появляется плод Духа Святого Любовь. И вот что Христос говорит в этот Страстный Четверг. Он дает нам слово, он говорит, вы очищены через слово. Слово Божие чистит наше мышление. Если брать сердце наше, в первоочередном варианте, знаете, о нем есть реальность. Библия говорит, что лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Это книга Иеремии говорит о нашем сердце. Оно хуже помойки нету, чем наше сердце. Оно написано, о нем две реальности. Первое, оно лукавое. Слово в иврите означающее запинающее. Оно всегда обманывает нас, дурит ежедневно. И второе, крайне испорчено. Крайне испорчено, это буквальный перевод, неисцелимо больное. И вот Христос говорит, что очистка сердца идет только через Божие Слово, друзья. Поняли, дорогие мои? Только через Божие Слово. Христос дает здесь слово, интересно, 4 стих, «Прибудьте во мне». Дальше он говорит, «Прибудете, пребывайте, пребывайте, пребудете». Слово «Прибудете» напишите. «Прибывание во Христе приведет к плодоношению». Вот это слово «Прибывать». Перевожу его в жест, друзья. Слово «Прибывать» переводится вот так, вот. Запомнили? Слово «Прибывать», греческое слово переводится «жить, быть, находиться поблизости и стойко держаться». Очень сильное слово, друзья. Слово очень колоритное, насыщенное. Жить, быть, находиться поблизости и стойко держаться. Слово «Прибывать», оно, ветхозаветное слово «Приблепиться». Слово, которое говорит о близких заветных отношениях. Бог говорит, должен мужчина прилепиться к жене своей, станут одной плотью. Должен народ прилепляться к Богу своему. Так Библия говорит о слове «Приблепиться». И Бог запрещает прилепляться к какому-нибудь идолу. А идол – это все, что творение может быть, любой идол может быть. Извините, пожалуйста. Итак, слово «Прибывать», вот оно, «Прибудьте во мне». Дальше есть одно слово такое, четвертый стих, заметьте, написано «Не можете, не может ветка сама с собой приносить плод». Не может. Дальше написано, пятый стих, «Без меня не можете делать ничего». Слово «Не можете», попробую объяснить тоже, друзья. Представьте себе, что опять вы, акулины уже остались тут в зале, и мы думаем, надо еще посмотреть нам в окно. И мы смотрим в окно, и в окне стоит автомобиль, очень крутой автомобиль, там, я не знаю, с объемом, объем двигателя 6,7 литров, то есть очень мощный автомобиль. И вы думаете, слушай, спрашивайте у людей там, типа, а что он там стоит? А что он там стоит, никуда не ездит? А что он там стоит, никуда не ездит? Толку от этого автомобиля никакого. И вам по секрету кто-то отвечает. Он там стоит, потому что у него нету одной составляющей. Главное – топлива. Нету силы, могущей его двигать. И вот Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Слово «Не можете», друзья. По плоти можно что-то сделать. Выйти замуж по плоти, сжениться. В результате получаете проблему в квадрате. Первая проблема началась с того, что я Бога не искал. Вторая проблема – с того, что я неправильно нашел человека. Слово «Не можете» греки употребляли. Слово греческое «дуномай». Греки его употребляли, слово «оригинальное» означает «женщина, которая не может родить ребенка». Ей ставят статус «бесплодие». Мужчина, у которого семя выходит мертвое, он не может зачать ребенка. Статус «бесплодие». Слово «не можете» употребляли, если человек садился на инвалидную коляску, потому что у него был поврежден спинной мозг. Центральная нервная система не работает. Христос говорит «не можете». О чем мы сейчас говорим, друзья, дорогие? Если у вас нет близких отношений с Богом, если вы не читаете Библию ежедневно, друзья, грош цена всему христианству, у нас будет просто маскарад воскресный. Если нет встречи с Богом, а личные отношения с Богом – это критерий христианства. Христианство, по сути, это не религия, это личные отношения с Богом. Вот что важно нам запомнить, друзья. Тут два обещания дает Христос нам, когда идет речь в Библии. Если мы в Слое Божьем пребываем, друзья, в результате плоды Духа Святого есть, но это классно все. Но особый момент отметить хочу тут, чтобы вы его не забыли, друзья, чтобы вы его не забыли. Христос обещает, если будем мы в нем пребывать, обещание есть очень сильное здесь. Седьмой стих. Чего не пожелаете, просите, будет вам. Вы думаете, что, серьезно? Все же я попрошу, будет. Ну ничего себе. Друзья, не мечтайте, потому что я знаю, о чем наша плоть думает. Знаете, как мой знакомый говорит, если бы мне, как царю Соломона, явился Господь и сказал, что тебе дать, вот у меня есть что сказать, конечно, ему. Нет, друзья, послушайте, идет речь не о прихотях наших, идет речь по контексту о плодоношении. Результат будет такой. Христос здесь говорит, если прибудете во мне, пожелаете, просите, будет вам. Помните, Библия говорит, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Буквальный перевод, наслаждайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Но желание – это не самоцель. Первичный момент должно быть наслаждение Богом, а потом желание сбывается. Библия так и говорит, желание боящихся, Его Он исполняет. И вот обещание, Бог говорит, я буду отвечать на молитву. И второе обещание классное. Одиннадцатый стих. Смотрите внимательно, молодежь, послушайте внимательно. Одна деталь – реальность. Реальность у нас. Мы, молодежь, современное поколение, вы живете ежедневно. Знаете для чего? Послушайте внимательно. Для того, чтобы получать удовольствие. Это реальность. Хотя вы можете сказать, что это не так, но я вам говорю, это так. Мы ежедневно живем ради того, чтобы получать радость. Вспомните в течение дня, сколько вы вещей делаете для того, чтобы получить что? Чтобы почувствовать этот вау, драйв, как бы, знаешь как, чтобы порадоваться. И речь идет о настоящей радости. Заметьте, одиннадцатый стих, Христос говорит, если будет вот это, если будут близкие отношения с Христом, то Он обещает, что будет радость. Причем какая радость тут написана? Совершенная. Совершенство – это эталон. Нечего прибавить, нечего убавить. Очень важный момент. Он обещает радость. Теперь еще один момент. Итак, вот он, плод Духа Святого – радость. Есть и есть отношения с Богом. Если вы не получаете радость от отношений с Богом, друзья, вы будете пытаться радость получить от кого? От ближнего своего, понятно? Все же логично. Если вы не получаете радость по вертикали, друзья, если не будет отношений с Богом, вы будете стараться получать радость по горизонтали и всякий раз будете возвращаться с пустыми руками. Еще раз напомню, если у вас нет отношений с Богом, нет вертикали, вы будете пытаться получить радость по горизонтали и всякий раз будете возвращаться с пустыми руками. Единственный вариант, который предпочитает сегодня молодежь, это получить радость с помощью химического пути. Наркотики, алкоголь – это временная попытка получить радость. Еще можно шоколады наесться черного, гормон радости или счастья, сиротонин можно получить, тоже временно. Но Христос обещает радость совершенную. Теперь смотрите внимательно. Если Христос говорит, что радость – это его плод, и мы понимаем, что у человека ее взять нельзя, то смотрите внимательно. Теперь вы женились на девушке, и у вас не было отношений с Богом, и вы не читали Слово Божье. Вы не любите Слово Божье, друзья. И не говорите, что нет времени на Слово Божье, да? Знаете, как говорил когда-то классик, на все, что ты любишь, у тебя есть время. Запишите, кстати, это выражение, пожалуйста. На все, что ты любишь, у тебя есть время. Когда человек говорит сегодня, что нет времени читать Библию – ложь. Ложь, друзья. На все, что ты любишь, у тебя есть время. Это правда. Итак, если я не получаю радость от отношений с Богом, В результате я за радостью иду к ближнему своему. Если вы, братики, женитесь, вы будете ходить за радостью к жене, будете говорить, миленькая, дай мне радость. Давай, весели меня, как моя знакомая говорит, кружите меня, кружите меня. Вы придете и скажете, милая, давай мне радость. Жена, дай мне радость. Дети, дайте мне радость. Вы будете кричать на детей, на жену, потому что они вам не могут дать то, что у них просто нет. Ходить за радостью к ближнему своему, это все равно, что ходить к бомжику, к холмлессу. Вы встретили человека безквартирного, понимаете, бомж. Вы говорите, дай мне квартиру. Он говорит, то у меня ее нету. Вы говорите, дай мне квартиру. Да у меня нету квартиры. Дай мне квартиру. Вы можете долго так ходить. Представь себе, итак, если ты не общаешься с Богом, в результате ты проиграешь. Сестры то же самое. Если вы не общаетесь с Богом, за радостью будете ходить к своему мужу. И он не может вам дать то, что может дать только Бог. Радость и покой – задачу сделать людей счастливыми, радостными и успокоенными. И он оставил только за собою. Никому это не делегирует. Это закономерность. Если вы в это не верите, вы это проверите. Попробуйте, друзья. Но скажу так, что это все просто грустно заканчивается. Итак, первичный момент. У человека должны быть близкие отношения с Богом. У нас есть слово, итак, постоянство. Второе слово запишите, пожалуйста, друзья. Второе слово – подготовка, запишите. Подготовка. Подготовка к чтению Слова Божьего. Если мы хотим грамотно ее изучать, друзья, нужно, прежде всего, подготовиться к ней. Давайте мы обратимся к 2 Петра, 2 глава, 1 стих. 2 Петра, 2 глава, 1 стих. 2 Петра, 2 глава, 1 стих. Извините, 1 Петра, 2 глава, 1 стих, да. Спасибо, братья. 1 Петра, 2 глава, 1 стих. Во втором стихе, интересно, Петр говорит, что слово Божье нужно изучать. Изучать, чтобы возрастать. Помните, да? Итак, Петра, 2 глава, 1 стих у нас есть, друзья. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, и дальше, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастило во спасение. У кого в зале из людей есть дети? Поднимите, пожалуйста, ручку. У кого есть детки? О, да. Короче, да, у меня есть четверо детей. Я проходил стадию с каждым, из троих, точнее, из них. У меня старшая дочка у нас приемная, а трое детей своих. И вот я каждый раз одну стадию замечал, когда ребенок начинает, родившись, кричать. До недавнего времени ученые говорили, что ребенок кричит, потому что для него шок, попадание в чужую среду. Послушайте внимательно, гипотеза ученых была, ребенок родился, он кричит, потому что, вау, типа, я был у мамы, в животе было так все хорошо, тут вдруг я появился на свет, и что делать мне теперь? Но сейчас ученые говорят, что он кричит, знаете почему? Он просто хочет есть. У меня вопрос, если вы не дадите ребенку молока, что будет дальше с ребенком? Ну, эмоциональный аспект, кто видел ребенка, его не научили, что молчать надо, если тебе что-то хочется. Он просто будет, ну, извините за выражение, орать. Не дая ребенку молока, он кричит. Апостол Петр приводит эту аналогию, как маленький ребенок полюбит чистое, словесное молоко. Для чего? Чтобы от него в возрастивом воспасении. Напишите себе фразу, друзья, рост прямо пропорционален питанию. Напишите просто. Рост прямо пропорционален. Ох, слово трудное, можно язык сломать. Пропорция, короче, пропорция. Рост прямо пропорционален питанию. То есть, или знак равенства, напишите знак равенства. Я ем, знак равенства, я расту. Все. В духовном питании то же самое. Мой когда-то тренер, я занимался спортом постоянно, он говорил так, у него было выражение. Сон и обильное питание – залог физического воспитания. Но перед тем, как изучать Писание, заметьте, у нас сейчас в каком мы принципе находимся, друзья? Как принцип называется? Подготовка, друзья. Поэтому подготовка. Заметьте, с чего начинает апостол Петр перед тем, как говорит нам, что надо нам расти и надо питаться. Заметьте, что он говорит. Отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие. То есть, Петр говорит иными словами, прежде чем полюбить словесное молоко, следует убрать в сторону все пороки. О чем нам это говорит, друзья? Чтобы изучение Библии имело какой-нибудь серьезный эффект, следует избавиться от греха. Напишите, утилизация греха. Термин «утилизация». Я не знаю, как на английском он звучит. Понимаете ли вы это слово? Наверное, понимают многие люди, да? Утилизировать грех. Вот почему Библия следует начинать читать. Библию, друзья, начинать надо читать. С молитвы и исповедания грехов. Напишите Библию, следует начинать читать. С молитвы и исповедания грехов. В течение дня там очень много мусора насобирается. Ежедневно нас давят много обстоятельств разных. Мир дает свою картинку. Сердце обманывает. К собственной похоти приходят друзья. Лукавые используют два канала воздействия. Наше сердце и мир, который нас окружает. И чтобы нам начали подходить к Слову Божьему, чтобы Слово Божье пришло в нашу жизнь, друзья, надо утилизировать всякие грехи. Начинайте с исповедания. Библия говорит, 1 послание Иоанна, 1 глава 9 стих написано так. 1 послание Иоанна, 1 глава 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. То есть приходить надо к Слову Божьему, друзья, придите в чистоте. Попросите Божья, очисти меня, освободи. И я прошу все время знать о чем? Боже, освободи меня от моего сердца греховного. Освободи меня от всякой предвзятости. А у меня много предвзятостей есть. Мое сердце меня обманывает, дает картинку будущего неправильного. Оно искажает реальность, друзья. Поэтому с исповедания начинается подготовка, подразумевает очищение. То же самое говорит Иаков, 1 глава, 21 стих. Иаков, 1 глава, 21 стих. Написано так. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Нарисую иллюстрацию. Простую, может быть. Представьте себе, что у вас... Вот интересно написано. «Отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души». И я понимаю, что моя душа, она требует... Она по своей стихии, она христианка. Она тянется к Богу всегда. Но перед этим написано, что слово может спасти мою душу. Душа имеет три компонента. То, что нас в университетах даже учили. Разум, чувство, воля. Три душевные элемента. Разум, чувство, воля. И вот если говорить за чувственный элемент, друзья, послушайте. Чувство – это следствие уже правильного мышления. Если слово Божье... Что оно делает с сердцем? Слово, вы только что проходили? Чистит, правильно? Но если слово Божье не приходило в мою жизнь, я начинаю потихонечку себе набираться груза проблем. Приходит в мою жизнь какая-то информация, допустим. Вот вы сейчас там развиваетесь, и в будущем вам замуж выходить, жениться. И вы вдруг услышали, что подружка вас где-то предала, рассказала то, что вам не хотелось, чтобы она рассказала. И ты думаешь, опа, и тебе на голову одна проблема пришла уже. Ну и ты думаешь, так с этой проблемой можно и жить уже. И типа нормально. И потом думаешь, ничего страшного, проживу как-то. И ты ходишь дальше, но что ты делаешь с проблемой? Ты же ее обсмактываешь, думаешь, там, пошел, пошел, включился. Все ресурсы памяти включились. Она избирательная, творческая. Потом еще там где-то тебя обманули где-то. Ты бег, тебе еще что-то на голову там. Раз, и ты думаешь, так, так, так. Две. Ну уже привыкать начинаешь. Две проблемы. У кого-то вот так две будут. Если, может быть, во время супружеской жизни. И послушай, у тебя будет много предательства разного. И люди – это люди. Если ты разочаровываешься в людях, знаешь только почему? Потому что неправильное богословие. Очень легко жить человеку, у которого правильно с богословием. Теперь напишите одно выражение. Женщине нужны мозги, а не какие-то изюминки и загадки. Запишите. Да, я серьезно это, сестры. Женщине нужны мозги, а не какие-то изюминки и загадки. И теперь еще один момент. Что-то еще в жизни произошло. Я она бедненькая вот. Представляешь, такая ходит. И еще вот такая вот ходит. И это все. И тебе как с этим всем жить? И однажды ты, может быть, ходишь некоторое время, но ты понимаешь, что этот весь балласт на тебя давит. И вот однажды приходит момент, и ты бух, и все, и ты разбилась. И сидишь ты, собираешь это все в кучу. Оно не собирается. А знаешь только почему? Потому что эти все на слойка твоих головных болей пришла проблем. Только потому, что ты что ни сделал? Не было кротости принять насаждаемое слово. Чтобы слово в твою жизнь приходило, чтобы ты полюбил слово, необходимо одно качество – кротость. Кротость – это качество противоположно гордости. Когда мы не читаем слово Божье, знаешь, признаки своей гордости, в чем можно увидеть? Гордый человек, он не читает Божье слово. Напишите себе, друзья. Гордый человек Божье слово не читает. Эдемский сад, вспомните, что было, да? В Эдемском саду появилась точка зрения, что мы можем жить по своему усмотрению. Теперь мы выбираем суждение, что правильно, а что неправильно. Напишите, качество гордости, друзья. Гордость – это мировоззрение автономии от Бога. Всегда, когда мы не вникаем в Божье слово, это значит, что гордость пошла в мою жизнь. Гордость пошла в мою жизнь. Второй момент, друзья. Третий пункт. Напишите теперь чтение. Чтение, да. Для того, чтобы Библию изучать, надо ее читать, друзья. Напишите, надо читать. Просто читай Слово Божье. Просто читай Слово Божье. Если ты читаешь Слово Божье, возможен вариант аудиозаписи Нового Завета, Ветхого. Слушать можно их тоже. Библия что говорит о вере? Послание римлянам говорит так, 10-18 стих. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть продукт вера – это следствие того, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть элемент слышания может тоже присутствовать. Если вы помните Новозаветные христиане, первое, они вообще больше на слух ориентировались. Потом у нас появляются рукописи уже. Поэтому мы живем в поколении, поколение, которое называют аудиалы, но я бы называл это поколение, чуть-чуть подробно, клиперы. Мы хотим все коротко, быстро, как бы кучу информации сразу. Вот это наше. Мы даже не любим проповедь слушать, которая там 40 минут. Мы хотим типа за 3 минуты все получить, да. Ну а теперь момент, друзья, послушайте. Слово Божье должно прийти в мою жизнь однозначно. Если я не читаю, я должен слушать. Но выбирайте именно читабельный форматор. Теперь немножко с вами поговорим вот о чем, друзья. Что вы выбираете? Какой вариант чтения Библии? Можно с вами честно поговорить, хорошо? Вот этот вариант или вот этот. Плюсы и минусы. Ну тут плюс, конечно, он всегда в дороге у тебя с собой. Классно, да? Классно. Тут какие плюсы? Тут его в дорогу тоже можно взять. Тут плюсы типа как бы знаешь, ну можно сохранить, скопировать, типа другу послать. Ну не факт. Но давай немножко поконкретнее. Вот это инструмент, напишите, единофункциональный. Так и напишите. Это инструмент единофункциональный. Единофункциональный. Тут ты только что можешь делать? Только читать Библию, правильно? А теперь я вот эту штуку открываю. Напишите. Инструмент под названием гаджеты состоит из трех слов. Инструмент под названием гаджеты состоит из трех слов. Поняли, да? Да, именно так он называется. А теперь вы взвесьте, сколько он у вас украл времени. И вы понимаете, что это правдивое название. Это инструмент единофункциональный. Мы написали, да? А это инструмент многофункциональный. Тут бывает залез читать слово Божье, друзья. Начал читать слово. Потом где-то думаешь. У вас есть такой всегда риск ежедневно залезть в социальные сети? Кто вам что написал? Нет? Только я один такой? Володя, грешный ты человек, слушай. Вы как-то реагируете вообще или нет? Бывает что-то, да? Вы не привыкли? Хорошо, народ Божий. Но реальность такая, что я знаю борьбу каждую, которую наше поколение миллениалов проходит. Наше поколение сосредоточено на своем я. Поколение миллениалов, их больше волнует получить там 250 лайков в инстаграме. Вот это зачет крутой, да? Итак, это инструмент многофункциональный и крадущий время, друзья. Вот в этом инструменте можно начать с Библии, а закончить. Извините, братья, многие, я помню, рассказывал, братья, говорит, надо читать Библию, а закончилась порнографией. Вот это наша страшная реальность, друзья. Поэтому написали мы это слово, надеюсь, написали, да? Дальше читаем мы, друзья. Почему надо читать Библию еще? Библия говорит, что обещает благословить тот, кто читает Библию. Бог говорит следующее. Ко мне обратитесь и будете спасены. Бог обещает благословить тех, кто... Послушайте, откровение 1 глава, 3 стих написано так. Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого. Хочешь быть счастливым? Мы хотим счастья. Библия, интересно, говорит, блажен читающий и слушающий слова пророчества этого. Откровение 1 глава, 3 стих. Пойми ты, что дальше, что происходит? Дальше интересно в откровении. Когда ее Иоанн читал, взял ее в книжку, помните, из руки ангела, съел ее, она была в устах его сладка, как мед. Когда же он съел ее, то горько стало в очреве его, в моем он пишет. Хотя в очреве книга была горька, но на устах была сладость. Интересный момент, друзья, когда иудейских мальчиков учили читать Писание, друзья, у них вырабатывался один инстинкт интересный. Послушайте, помните, как Давид говорит, как люблю я слово твое. Он приводит много аналогий, говорит, слово твое слаще капель сота. У маленьких детей, послушайте, еврейских мальчиков, когда он учился читать Тору впервые, вот он читал хотя бы, допустим, один стих, ему давали маленькую ложечку, ложечку, там есть элемент другой немножечко, с хлебом так, давали меда. И он, прочитав стих, если получилось, вот он сразу же у него вырабатывался момент ассоциативной памяти. Оп, мед. И вот этот момент, и потом, помните, Давид говорит, радуюсь я слову тому, как получивши великую прибыль. Они понимали, что блаженство от самого слова Божьего идет. Поэтому помни о том, что Бог обещал благословить свое слово, и блажен тот, кто читает его. Дальше напишите, друзья, лучший способ что-то выучить это повторение. Напишите, пожалуйста, лучший способ что-то выучить это повторение. Лучший способ что-то выучить это повторение. Практический момент очень. Если вы читаете Новый Завет, попробуйте читать всю книгу целую. Целую книгу читайте. В Новом Новый Завет он имеет часто послание, допустим, если вы читаете послание тоже, читайте послание целым, просто за один заход. Прочитали, прочитали, прочитайте. Еще один момент. Повторение, это идет речь о том, чтобы одну и ту же самую книгу пробуйте читать на протяжении, допустим, недели. Память, она есть короткая, длинная. Короткая память вы только что прочитали, и в течение дня вы забыли то, что прочитали. Единственный способ перезагрузиться на длинную память, это повтор. Запомните, друзья, повтор. У некоторых людей есть память настолько легкая, конечно, он запоминает сразу, но большинство людей надо именно вот эту сработать цепочку с короткой памяти на длинную перезагрузить. Поэтому, когда читаете, пробуйте прочитать несколько дней и повтор делайте. Потом люди, которые с вами общаются, они слышат от вас, как Слово Божие, вы просто по памяти говорите. Знаете почему? Потому что сработал эффект запоминания. Эффект запоминания заработал. Ветхий завет не читайте повтор постоянно, потому что больше там идет много исторических книг и развивается хронология. Ветхий завет старайтесь несколько делов, допустим, и повтор книги не надо читать, скорее всего. Просто прочитывайте ее, как прочитывать. Еще один момент, если говорить за все, за чтение Библии. Помните, все Писание Бога Духновенно. У каждого из нас есть, наверное, друзья, какие-то любимые книги, да? Ну там кто-то любит, кто какую книгу, кстати, любит? Можете так с места немножко среагировать. Какую? Притчи? Отлично, да. Псалмы любят люди. Я Иван Леотеяна очень люблю, очень глубокая. Матфея любишь, о. Заметьте, что есть любимые книги, да. Народ Божий, да, еще их кто-то говорил. Но Писание говорит, все Писание Богодухновенно. То есть один момент, послушайте, миленькие мои, дорогие. Представьте себе, вот если вам сейчас скажу такое имя, представляете, вы приходите на небеса, и слава Богу, что вы туда попали. Вас встречает парень и говорит, привет, я Иоиль. А вы такой, а ты кто такой? Он говорит, ну слушай, я вообще-то один из людей, кто написал Библию. Вы такие, да, Иоиль. Интересное такое имя. И многие тут в зале сейчас смеются, потому что вы такого даже не читали, наверное. Но я помню ситуацию, когда я это спрашивал. В то время, как интересно заметить, как сборные команды в Америке, американского футбола, все знают парни, да. И даже игроков знаешь. А вот библейский герой Иоиль как-то потерялся вообще. Поэтому, друзья, не станьте людьми, которых можно застать врасплох. Это очень смешная комичная ситуация, если вам задают вопрос, или на небесах вопрос будет, а ты знаешь меня вообще, или ты скажешь, я тебя никогда не знал. Так он скажет, так слушай, я же в Библии вообще один из пророков малых. Да, классно, Иоиль, ну привет, хорошая книга была написана, наверное. Придется дочитывать там, друзья. Поэтому читайте Писание все, потому что все Писание богодухновенно. Почему нам нужно прочитывать материал многократно, друзья? Друзья, готовясь к любому экзамену или тесту, нужно повторять пройденный материал. Мы это знаем. Еще один из моментов, друзья. В течение дня, если вы хотите, чтобы запоминать все, друзья, попробуйте, я называю это трехкратная перезагрузка в течение дня. Прочитал, я читаю одну главу, допустим, утречком читаю, я вникаю очень серьезно в Писание, я обвожу странички, то есть у меня что-то, какие-то вещи там происходят. И потом в результате этого всего, друзья, в течение дня мне, если вы спросите, Володь, что ты сегодня читал? Это очень классный вопрос. Найдите человека, который вам будет задавать такой вопрос, друзья. Если человек в течение дня вас спросил, и это классный человек, у нас есть сестричка такая в церкви Благодать, зовут ее Леся, то она напрягает бывает. Она приходит вот так вот, бывает, спрашивает там, сестричка, а что ты сегодня читала? И если вдруг у человека посещает его Благодать, Забвение, типа, я сегодня там, и люди подвисают бывает. Она так неловко себя чувствует, типа, говорит, извини, пожалуйста, ну и там сама начинает делиться, что читали. Но если вы в течение дня не перезагрузились пару раз, друзья, если вы не вспомнились, скорее всего, вы не перезагрузились короткой памяти на длинную. Но если прочитав Слово Божие утром, а именно утреннее время, потому что работает принцип, нет Библии, нет завтрака, no Bible, no breakfast. Если вы читали Слово Божие в течение дня, делайте трижды перезагрузка. Очень простое правило возьмите себе. Возвращайтесь к этому тексту три раза в день. Возвращайтесь к нему. Мы идем дальше. Теперь напишите Слово изучение. Итак, у нас было постоянство, была подготовка, было чтение, теперь изучение. Напишите. Прежде всего, читайте Библию сами. Читайте Библию сами. Работайте, запишите, запятая, работайте с глаголами. Глаголы, ну помните, да, где слова на украинский мой, на русском, как глагол будет просто по-английски. Да, вот так, как сказал братик, да, спасибо. Вот. Они отвечают на вопрос, что делать, что сделать. То есть, это конкретное предложение к какому-то действию. Помните, как апостол Павел задает вопрос Иисусу при встрече. Кто ты, Господи? И второй вопрос. Что повелишь мне делать? Казалось бы, два таких простых вопроса, которые Павел задавал Иисусу. Кто ты, Господи? И что повелишь мне делать? Обращайте внимание, напишите на глаголы. Обводите себе их, друзья. С глаголами работайте особенно. Потом, если вы текст прочитали, найдите основные слова. Если вы человек, который работаете, вот с Библией подчеркиваете. Ну, моя Библия, если захотите как-то посмотреть, придите на переменке, с удовольствием глянете на нее. Люди некоторые. Я каждый год беру себе новую Библию, допустим. Я читаю ее, подчеркиваю. Она такая разрисованная у меня все, да, как разукрашка детская. Но это мой формат. Кстати, братья и сестры, если захотите, чтобы я поделился, ну, у меня есть такой как бы файл, который я, вот все полностью знаки опознавательные, как читаю я Библию. Тоже с удовольствием через Вайбер пошлю вам ее. И вот, если вы читаете Библию именно так, изучение, друзья. Поэтому обращайте внимание на глаголы. Второе, обращайте внимание на ключевые слова. Ключевые слова, это повторяются они. Напишите, в каждом отрывке есть ключевой стих. В каждом отрывке есть ключевой стих, как правило. Его тоже найдите для себя. Изучение. Если вы поработали с Словом Божьим, друзья, еще момент, какой практикой бывает. Если вы готовитесь к чему-то, вы хотите изучить отрывок, бывает, берешь просто стих, прочитаете его несколько раз, и потом я останавливаюсь и пробую, послушайте, я называю, надеть костюмчик на себя. Что это значит? Это ты читаешь Божье Слово и пытаешься войти в ситуацию и представить, если бы ты в ней был. Представь ситуацию, если бы ты в ней был. И задай себе два вопроса. У меня люди бывают тоже спрашивают, Володя, а как ты читаешь Библию? Я говорю, два вопроса задаю себе. Два вопроса классные. Первый вопрос, что? И второй вопрос, ну и что? Говорят, что серьезно, так все просто. Да, это мой способ чтения Библии. Два вопроса, которые я себе задаю. Что? Ну то есть, что происходит вообще? И второй вопрос, ну и что? Ну что с этим будем делать? Практический момент. Еще момент. До какой стадии читать Библию, друзья? Тоже напишите себе. Библию надо читать до стадии, пока не торкнет. Тач. Поймете, не? Читай, пока ты не вышел с комнаты общения с Богом, не вышел с чем-то, что тебя реально зацепило. Ребята, это один из самых, может быть, главных моментов в чтении Библии. Когда тебя это зацепило, и ты это взял, и ты понял, как на злобу дня тебе с этим жить, это самые драгоценные уроки, это личные моменты откровения. Когда ты, знаешь, откровение, это когда ученые говорят, вот, пришло открытие, откровение. То есть, пока тебя не тронет, не переставай читать Библию. Тронуло тебя, еще один, это хороший момент. Еще один хороший момент изучения Библии, друзья, биографический, напишите, биографический. Биографический, это когда вы берете одного персонажа, например, там, Илюю взяли, изучайте все места Писания, связанные именно с Ильей. Изучайте Давида, изучайте просто жизнь Давида. Жизнь для него приведет вас в восторг. Такой вариант изучения тоже стоит. Еще один из моментов относительно изучения. Подражайте какому-то примеру. Найдите человека, чему примеру вы хотели бы седовать. Найдите кого-то наставника, на кого вы хотели бы хоть немножко равняться. Теперь новый пункт. Напишите, вырабатывайте здравые привычки. Это стадия, если вы вдруг Библию не любите читать особенно. Ну, некоторые люди, знаете, почему не читают Библию? Потому что, типа, ждут знаменитого «хочу». Современное поколение, оно живет в формате «хочу» и вот это буду делать, а не «хочу» и не буду делать, друзья. Люди некоторые говорят, Владимир, ты так говоришь, надо просто сесть и начать читать Библию. Не могу же я идти против себя, если вот я не хочу это делать. Я же не могу лицемерить, да? А ну давай вспомним, давай вот реальность. Ты утром ранненько, да, вот просыпаешься рано утром, да, зазвенел в будильнике. Ты такой, будильник, дружище мой классный, такой, спасибо тебе, что ты разбудил меня. Так? Нет, и вот хочется взять его, короче, молотком кинуть и все, сказать, ух ты ж. Но почему вы это не делаете? Почему вы встаете? И вы идете против себя. Знаете почему? Потому что немножечко Библия говорит, от ленности провиснет потолок. И ты замечаешь, тебе уже кушать нечего, и ты с работы выгнали. Поэтому это же не лицемерие, просто ты делаешь вещи, которые правильно делать. Или второй вариант. Люди говорят, не могу же я против своих чувств идти, если вот у меня нету желания читать Библию. То есть не могу я против чувств идти, я же не могу лицемерить. Я говорю, да, смотри, какая наша плоть интересная штука. Она там где выгодна, она элементарно идет навстречу, сделку делает. Вот ты стоишь, допустим, представьте себе, вы там куда заехали, допустим, в Атланту. Вот там метро, вот я в метро был в Атланте, я захожу, я и мой друг белые, все остальные черные. Я думаю, куда я попал вообще? Только тогда я понял, что чувствует чернокожий человек в Киеве, допустим, да. И вот мы стоим, и представь себе на минуточку, что в этом всем контексте, в этом всем контексте, вот ты стоишь там, все, вот улыбаются все. И вдруг ты стоишь, и тут тебе на ногу кто-то как наступил так сильно. А ты думаешь, сейчас, и так разворачиваешься, смотришь на человека, так, ого, типа, типа, мистер Робинсон, хеллоу. А это ваш босс с работы. Вы хотели только что уже сказать ему, что вы думаете про это все. Ну тут опа, а это ваш директор. И смотрите, о, здравствуйте. А он говорит, типа, сори. А вы, тогда ничего страшного, мне даже приятно, мистер Робинсон, все нормально. Мне даже приятно. Заметь, ты же идешь против себя, да, народ Божий. Поэтому, когда мне люди говорят, я не могу идти против себя, это все блеф. Мы многие вещи делаем то, что выгодно по плоти. Когда идет речь о чтении Библии, не ждите особенного фейерверка, желания там, вот, все ли вы читать Библию. Я помню первые разы, когда читал Библию, начал читать, читал, 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 дошел до книги Левит, и Бог перестал открываться. Сейчас я читаю Левит, я вижу систематику, насколько Бог точный в своих просчетах, как все должно происходить. На то время я думаю, ну что ж такое, что за книга такая, я читаю, 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 и никакого откровения нету, друзья. Читаю просто ради характера я, ради дисциплины читал первое время. И вот когда речь идет об этом, друзья, запишите первая стадия, просто начните читать Библию, вырабатывайте здравые привычки. Привычка, как правило, друзья, вырабатывается, считается классикой, это 21 день. Иван Геотеяна вырабатывается, имеет 21 главу. Еще один момент, если вы сразу ее не укоренились в привычке, привычку запускайте дальше. Библия говорит, одно слово интересное, оно называется анастрофа в Библии, это укоренившаяся модель поведения или образ жизни, так переводится. То есть это привычки. Привычку нельзя вот так взять, знаете, взять за ухо и выбросить в окошко, так, в окно. Не, привычку надо взять, она такая, знаете, она, ну, дама с характером, знаете, так. Ее надо взять под руку, осторожненько так, по ступенечкам свести вниз, так, из дня в день вести, длинная лестница. И потом взять новую привычку под руку, новую подругу и вывести наверх, завести в свой дом. Вот это привычка, друзья, потому вырабатывайте здравые привычки. Заметь, наша плоть греховная, она, когда что-то попробовала, гадость какую-то, однажды, запомнит на всю жизнь. И все, чем меньше ты попробовал, тем лучше. Здравые привычки, я даже это слово трудно мне выговаривать, потому что привычки плохие есть у нас, вырабатываются быстро. А вот что-то доброе, когда мы хотим вырастить огород, надо культивировать, а разные растения с латинскими названиями, плетущиеся, сами размножаются, кто огородом занимался когда-нибудь. Поэтому здравая привычка читать Библию, друзья, потихонечку вырабатывайте ее. Еще один момент, который хотел бы сказать, что очень важно, друзья, подотчетность. Напишите себе слово, подотчетность. Подотчетность. Там, кстати, изучение Библии, последним пунктиком можете написать это, пробуйте читать комментарии, но это уже после немножко того, как вам Бог дал личное откровение. Если вы, конечно, проповедник, но, скорее всего, вы были бы в том зале, там, где учат сейчас, ну, серьезный момент, мы проходим такие базовые вещи, которые нам, каждому христиану, простому надо. Комментарии вы читайте, если уже что-то непонятно, и можете почитать. Комментарии, которые рекомендую, бывает, это МакАртура комментарии, Библия с комментариями МакАртура. Да, ласка, семинария, очень крутые комментарии выпустила. Трезвое мышление, в принципе, да. Вот. Эти комментарии, Библия Лопухина неплохая, допустим, с комментариями есть. Комментарии стоят, ну, когда Бог дал вам уже личное откровение. Теперь подотчетность. Подотчетность, что она дает, друзья? Подотчетность, допустим, Библия говорит вот о чем. Стараемся о добром не только перед Богом, но и перед людьми. Некоторые люди говорят, ну, как это я буду? Я же хожу перед Богом, только перед Богом, самое главное. Но Библия говорит, старайся о добром не только перед Богом, не только вертикаль, учитывай, но и горизонталь. В моей жизни, допустим, друзья, послушайте, есть люди, которыми я очень дорожу. Это подотчетность. То есть напишите термин «начни» или «будь членом D-группы», группа discipleship. Что она дает? Она дает подотчетность. Там есть пять базовых вопросов. Группа, когда мы встречаемся, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами встречаются. Братья с братьями, сестры с сестрами. Там есть пять вопросов. Первый вопрос, мы читаем вместе одни и те же самые отрывки Священного Писания, то есть мы на одной странице, что называется. И надо обязательно в D-группе, каждую неделю мы должны прийти, я должен за неделю прочитать семь глав базовой вещи, я должен выучить один стих на память, друзья. Там, где у вас есть пунктик изучения, напишите, как ваше имя, напишите. Допустим, если мой имя Володя, напишите. Володя, изучай Писание на память. Как его изучать, сейчас немножко расскажу. Возьмите себе, друзья, за здравую привычку учить один стих библейский на память. Один стих в неделю. Библия вообще говорит, помните, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Дальше написано. В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Библию, друзья, знайте на память, напиши себе. Учи Библию на память. В истории Америки есть одна женщина, которую звали Фанни Кроузби. Она написала 9000 псалмов, знаменитых гимнов. Среди них такие гимны, как «Твердая верю», «Не пройди Иисус меня, ты людям блуждающим путь укажите». Звать ее Фанни Кроузби, слепая поэтесса. В возрасте двух недель поставили диагноз неправильно и дали неправильное лечение. И так, к одному году она была полностью слепая. Когда ей было 15 лет, она поступила в учреждение для слепых. В 15 лет она начала учиться в Нью-Йорке. После того она написала 9000 псалмов и песен. И она была слепая поэтесса. Она была первая женщина в истории США, которая выступала перед Конгрессом в США. Когда ее спросили, ты зришься на доктора, что написал тебе такое предписание? Она сказала нет. Знаете ли, первое лицо, которое я увижу, будет лицо моего спасителя на небесах. Слепая поэтесса. Так, слушай внимательно. До 10 лет, в возрасте 10 лет, эта девчонка, будучи полностью слепая, выучила весь Новый Завет на память и большую часть книг Ветхого Завета. В 10 лет. В 10 лет. В 10 лет. И в этой Д-группе под отчетностью Фанни Кроузби, да. 95 лет ей было, когда умерла она, друзья. В 10 лет она знала все Писание на память, друзья. Если захотите, просто исследуйте, какая она была знаменитая женщина. Она, когда у нее спрашивали, в результате чего такая популярность, она говорила, всем, кем я стала, я благодаря Библии. Библии стала. Это ее была подотчетность, друзья. В первой стадии подотчетности, когда мы собираемся группой, зачем нужна подотчетность? Послушайте внимательно, родненькие. Подотчетность нуждашки для того, чтобы в нас проверяли. Напишите себе вот что. Человек охотнее делает то, в чем его проверяют, чем то, в чем ему доверяют. Серьезно, напишите это, пожалуйста, друзья. Человек охотнее делает то, в чем его проверяют, чем то, в чем ему доверяют. Охотнее. То есть нам нужен со стороны человек, который будет наблюдать. Тот, который спросит, как твои дела, как твои отношения с Богом. В этой Д-группе мы проходим первая стадия. Как твои отношения с Богом и стих на память. Это вертикальный вопрос. Вопрос горизонтали. Если вы не женатики, как твои отношения в семье с ближними? Проявлял ли ты практическую любовь и уважение к своим родителям? Вопрос третий. Вопрос личной святости. Какое было самое сильное искушение в средней неделе? Как ты его прошел? Не смотрел ли ты чего-то аморального по телевизору или интернету? Не пил, не курил, не дрался, не матерился? Вопрос четвертый. Рассказывал ли ты Евангелие, как это было? И вопрос пятый. Сказал ли ты нам правду? Вот эта подотчетность нам такая, подотчетность необходима просто. Итак, мы прошли здравые привычки, мы прошли многие вещи, которые надо пройти. И последнее, что я хотел бы сегодня просто поделиться с вами. Это опыт Мартина Лютера. Опыт Мартина Лютера. Он писал молитвы, друзья. Это последнее. Это просто один момент, который моделька, чтобы вы могли его себе практиковать. Вообще в жизни отношения с Богом классно иметь какие-то модели. У меня есть пару моделей. Модель скини и отношения с Богом. Есть модель левой руки, когда я молюсь. А есть модель Мартина Лютера. Он писал молитвы, друзья. Итак, модель Мартина Лютера. Мы ее закончим. Первый вопрос. Когда он читал Библию и молился на основании прочитанного. Друзья, напишите себе, пожалуйста, эту модель. Он читал Библию и молился на основании прочитанного. Итак, первый вопрос, который он себе задавал. Прочитал Библию. Он писал себе так. За что я могу поблагодарить Бога? Это после прочитанного. За что я могу поблагодарить Бога? Первый вопрос его был. Он писал. Реально он читал Библию. Вот Мартин Лютер. Вот так Библия была, а так был блокнот. Прочитав Библию, он писал о себе молитвы свои. Записал. Писал, за что я могу поблагодарить Бога. Писал, о чем он может помолиться в благодарность. Второй вопрос у него был. О чем могу попросить прощения? О чем могу попросить прощения? Третий вопрос. О чем просить? Просто о чем просить? То есть в скобочках напишите. На основании Божьего обетования. О чем просить на основании Божьего обетования? То есть когда отрывок Писания взят, можете реально просить Бога на основании чего-то, что Бог реально обещает. Четвертый пункт. Что нужно применить сегодня? Что нужно применить сегодня? Это прямое Божье откровение, что Он хочет от меня. Что нужно применить сегодня? Запишите в скобочках. Водительство на день. Водительство на день. Помните, Библия говорит о сильной аналогии. Слово Твое, светильник на гема и свет сизема ей. Помните, да, написано? Очень классный пример, друзья. Это значит, смотрите, смотрите внимательно на меня, друзья. Это значит, итак, еще раз, слово Твое, светильник на гема и свет сизема ей. Светильник на гема это ты знаешь, как тебе сейчас ступить, сделать шаг. Сегодня. Свет сизема твой это прожектор, который бьет в будущее. Ты знаешь, как тебе пойти завтра, как дальше идти. Библия говорит, тайна Господня, боящимся Его и разум свой, Он им открывает. И последний момент, пятый. Момент созерцания. Момент созерцания. Одно качество Бога в скобочках напишите. Особенный момент. Момент созерцания. Одно качество Бога. Выходя из тайной комнаты, после общения с Богом, друзья, вы должны выйти с одним ответом, который каждый раз, послушайте, теперь самый главный момент из всего, что хотел сказать. Всякий раз, покидая тайную комнату, вы должны выходить с мыслью, какой ваш Бог. Если мы говорили, чтобы начать Ему поклоняться, надо изучать Его. Вы должны выходить из тайной комнаты с мыслью, какой ваш Бог, друзья. Какой ваш Бог. Теперь один момент. Представьте себе, что у меня в руках есть упаковка хлеба. Он в целлофановой обертке. Видите его? Кто видит хлеб у меня в руках? Хлеб есть. Представьте себе, вот есть хлеб. Упаковка, он классный, он не из белой муки сделан. Он сделан из крупномолотого проросшего хлеба. Крупномолотые проросшие зернышки были. То есть он полезный. Он быстро цветет, потому что он полезный. Вот он идет в целлофановой упаковке. И если бы я вам сказал, хлеб вкусный, вот он, послушайте, с пророщенных зерен, крупномолотый, он полезен реально. Тут все компоненты есть. Это тебе не белая мука, это полезно. Помните, мы сегодня говорили, писание полезно. Вы такие, да, классного. Я говорю вам, я ем хлеб этот каждый день. И вы такой, хорошо. И вы пришли, друзья, взяли домой упаковку эту. Целлофан есть сверху. И вы целлофан не распечатывали, а взяли, укусили кусок целлофана, так пожевали кусок целлофана. Сказали, Вова говорил, что хлеб вкусный. Странные вещи Вова говорит. Хлеб невкусный. Вы плюнули. Прошло несколько дней. Вам опять Вова предложил хлеб в упаковке. Вы опять взяли кусок целлофана, опять заживали целлофан, представляете, да? Ну, обертку взяли. Опять выплюнули. Говорите, это вкусно? В хлебе ничего нет хорошего. А Вова опять говорит, хлеб вкусный. Что ты это самое? И вы опять целлофана наживались. В результате вы еще зубы повредили и выплюнули. Сказали, не буду я читать. Не буду я хлеб есть. Послушайте внимательно теперь. Аналогия, друзья. Писание говорит, что всем нам свойственно поклоняться идолу. Библия говорит, дети, убегайте, идолопоклонство. И как его убегать? Библия говорит, через познание его. Библия говорит, через познание Бога мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. И вот я говорю, послушайте внимательно, вкусите и увидите, как благо Господь Библия говорит. Попробуй Бога, какой Он. Каждый раз, выходя из тайной комнаты, должен выходить и понимать, мой Бог, Он такой. И вот в результате будет меняться твой характер. В результате переменной мировоззрения у тебя будут нормальные мозги, а не чувства будут владеть тобою. На основании правильного мировоззрения будет правильное чувствование. Но чувство – это хвост собаки. И я вижу многих людей, у которых сегодня хвост виляет собакой. Вот странная тенденция нашего поколения, управляемая эмоциями. Но эмоции – это следствие мышления. Если у вас будет с мировоззрением все в порядке, друзья дорогие, с эмоциями будет тоже все в порядке. Если в голове будет наведен порядок, будет богословие правильное, мировоззрение, эмоции будут тоже в порядке. Радость будет совершенная. Вкусите и увидите, как благ Господь. На этом, друзья, будет конец. Единственное, что я вас попрошу, домашнее задание. Послушайте, у вас есть опыт Мартина Лютера. Попробуйте по нему несколько раз помолиться. Может быть, это ваш опыт. Хорошо, друзья? Еще один момент. В интернете есть видео, называется оно так «Модель молитвы». Там тоже есть способ, как провести с Богом в течение, может быть, час хотя бы с Богом провести. Модель молитвы написано. Модель молитвы. Вы можете вбить там «Умельчук Владимир», если надо будет, это поможет вам. Вот. По дискам, по книжечкам. Если, напомню вам, друзья, лидеры книжечки, если вы ведете малые группы, друзья, обязательно их приобретите. Если, еще раз напомню, если у вас с деньгами напряг, то я вам с удовольствием подарю. Если вы ведете малую группу, если вы проповедуете Иван, или вы тематические проповеди говорите, ее тоже можно приобрести. Ну и диски, три штуки, их за десятку. Вот, они все есть вот там, или можете подойти ко мне. Заходите подписаться, будем подписаться. Что хочу, чем закончить, друзья, дорогие. Если будете любить Слово Божье, вы увидите, как кардинально оно поменяет вашу жизнь. Послушайте, дорогие, миленькие мои. Слово Божье слепит из вас человека, который будет иметь правильное мировоззрение. Я об этом везде стараюсь говорить. Я вижу нашу молодежь современную, которая живет больше в формате чувств. И послушайте. Знаете, как Библия говорит, припаясь чечересла ума вашего. Припаясь чечересла – это вот пояс, и вот тут он бережет твой баланс. Помните, в Ветхом Завете, когда Бог с Иаковом боролся, он выбил ему правое бедро, опорная нога. И Библия, интересно, дает аналогию. Припаясь чечересла – это имеется в виду, что тебя не будет шатать. Я вижу современное поколение, которое эмоциями расшатанное в клочья. Все больше вижу девчонок, которые в депрессии каких-то живут, бедные. Апатия, разочарование, плачут постоянно. То они смеются, то они плачут. Пацанов вижу каких-то странных, не поймешь, то ли это девчата, то ли пацаны, кто на кого уже влияет, не знаешь уже ничего. И вот Библия – эталон, который приводит мышление в порядок. И он приводит чечересла ума, Библия говорит, мозги припаясь, поставь на место. Слово Божье. Если у тебя Божье Слово припаясь в твои мозги, то тебя не шатает вот этот эмоциональный момент. И как вижу много людей, которые просто потому что не имеют отношения с Богом, шатают их направо, налево, истерики начинаются дома друг к другу. Такие вещи творят люди, которые могли бы жить нормально, если бы они просто ежедневно общались с Богом. Но они не общаются чего-то. Имеют книгу святую. Станьте пленниками этой книги, друзья. Эта книга выведет вас на вообще новый уровень. Христианство будет настоящим. И в тот же момент, скажу, что я в Америке видел трагедию целую. Целое поколение молодежи, которые не знают Бога. Знаете почему? Дети, которые были каялись, мы проводили с ними лагеря, они говорили, Володя, послушай, мои родители с Богом не общаются вообще. Но они в церковь ходят, они одеваются правильные. И Библия только воскресенье. И это трагедия. Я вас прошу, молодежь, послушайте, не станьте религиозниками. Пускай Библия у вас будет каждый день. Давайте об этом помолимся, друзья. Наш Господь, святый, праведный, владыка, славен Тебя за то, что Ты очень добр к нам. Сегодня вместе с молодежью мы проходили тот момент, как отношения строят с Тобой правильно. Ты в Слове Своем сказал, что пребывающий в нем будет жить. Господи, я молю Тебя от всего сердца, чтобы мы полюбили Слово Твое. Полюбили, как получать великую прибыль. Чтобы мы понимали, что это самый лучший десерт в нашей жизни. Давид когда-то говорил, что это классик, слаще капель соты. Молю Тебя, Отец, чтобы Ты помог нам полюбить чистое словесное молоко. Чтобы мы понимали, что духовный рост начинается именно с Слова Твоего. Прошу Тебя, позаботься о нашем мировоззрении, чтобы Ты был в центре нашего внимания. Чтобы мы, Отец, поклонялись только Тебе. Сегодня мы говорили с друзьями моими, мы говорили о постоянстве. Мы говорили о тщении Слова Божьего, мы говорили за исповедание грехов. Мы говорили за изучение Писания. Мы говорили о том, чтобы нам быть внимательными Твоими учениками, Отец. Мы говорили сегодня за подотчетность. Прошу Тебя, Господь, чтобы мы применили эти все простые вещи, о которых сегодня шел разговор. Я прошу то же самое за меня. Прошу Тебя, чтобы я постоянно бодрствовал и стоял на страже своего сознания, Отец. Припаясь через славу монашего. Приведи наше мышление в мировоззрение, которое будет угодно Тебе. Отец, прошу Тебя, чтобы Ты помог нам мыслить правильно. Слой Божьим, Ты говоришь, что есть у людей бракованный ум. Ум превратный. Это ум, который не был припаят со Слоном Твоим. Молю Тебя, чтобы мы изучали Тебя, чтобы в Слово Твое вникали. Ты говоришь, что мы должны заботиться и иметь Бога в разуме. Господи, прошу Тебя, чтобы это было нашей реальностью. Помоги нам заботиться именно об этом. Ты говоришь, что мы искали Твое Царство прежде всего. Ты говорил, что все это приложится нам. Прости нас, что мы пошли искать приложение и забыли искать Тебя. Прошу прости нас за это. Смолю Тебя за молодых людей тут в зале находящихся. Прошу Тебя покаяния для многих из них, кто не вникает в Слово Твое. Прости нас, что мы религиозный очень Отец. Прости нас, что мы за формой гонимся и так мало сути христианства. Меняй нас, Отец, изнутри. Даруй покаяния тем, которым нужно оно сегодня. Просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, Отец, просим. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...